Господи, Господи! Господи, Господи! Господи, Господи! Господи, Господи! 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 Ну она мне только потом сказала, что у нее оказывается была опухоль с Гургой. Я не знаю сейчас в золокачественном или доброкачественном, но я не могу сказать всё сказать, уже не помню. Но факт то, что неприятно это было. И она мне не сказала, что листья женский, и я не знала, а он её помазал. Ну а как бы на чистоте-то нельзя же, так? Это только потом на обратном пути мы когда поехали. А мне потом тоже хотел помазать, но я тоже знала уже, что нельзя. Мне нельзя! Батюшка, мне нельзя. Ну, он меня не стал помазать. Ну, нельзя, нельзя. А потом она мне рассказывает. В этот день, когда она приехала-то, она узнала, наверное, вот сейчас не помню. На следующий день позвонила, вечером позвонила. Ну, не помню, уже много лет прошло. Ну, они сыты. Лет, может, 15-го, не важно, да. Но она звонит потом и говорит, у меня уже, говорит, шишки-то нет, пропало. И она говорит, что-то вы разговариваете. Она говорит, что у меня женских не были. Она говорит, что тебе же нельзя было. Да я, говорит, не знала. И я сразу вспомнил случай с кровоточивой. Из вот Евангелия. Говорю, ну, кровоточила коснулась Господа. И он ее исцелел. Ну, у тебя получается так. Ты не знала, я не знала. Ну, помазал, помазал, а Господь все равно исцелил. По твоей вере-то. И вот, видать, тогда она решила не есть мясо. Ну, как вот исцеление произошло. А может быть, она накануне дала обед? Ну, я не знаю, это я не спрашивала. Она молчала очень долго. Она даже от меня скрывала. Это она уже, может, только год-четыре назад. Ну, как-то просто проговорила. Тогда это я не знала. Ну, все равно, как-то просто скрывала. Она взяла вот ее, и она не вкушала. Мы не знаем, что там как. Ну, сейчас говорю о посте-то. Вернусь опять сегодня. Бальчик, как говорила, да? Вроде он напрямую не стал говорить, что сейчас, сегодня прощем, в воскресенье, пойдут себе Бог самим на пост брать. Он как говорит, вы будете сейчас брать-то, хочет ему сказать, что на молоко. Но у нас, говорит, устав. Он напрямую не говорит, вроде вокруг да около, чтобы не обидеть, да? А в то же время слово устав у нее прозвучало. Он сказал, вот у нас устав. Вы же на грех-то не берете, как там, ругаетесь, когда с кем? Да, ну, вот это хороший пример. На грех вы не берете. А тут вот... Ну, страну, наверное, будут брать. Я вот тоже говорю, сколько раз... Ну, кто, может быть, слышал, у тебя не слышал. Сколько ездила, вот знаю, у меня подруг тоже она всегда у нее. Или другую почти возьму. Я пощищаю первую неделю и последнюю неделю. Вот многие так, первую, последнюю. Или многие вот молоко. Мы болеем, мы болеем. А я так говорю, так, наверное, потому и болеем. Что не постелись полностью-то. Не знаю, я вот, когда начинала, но я, правда, в первое время даже сухоядина. Это еще уже потом, когда желудок стал болеть, вот этот гастрит. Ну, я вот там заработала, у меня страхом раз был. Очень много уколов в свое время она делала. Сожгла когда-нибудь желудка этими уколами. Ну, побочные, как говорится. Одно лечит, другое колечит. И тебя так. Сейчас уже хочешь, не хочешь, все равно от чего-то приходится воздерживаться. Ну, не знаю, они как-то, слава Богу, Господь всегда помогают. Я так считаю правильно, святые говорят. Была бы решимость. Решимости на них хватает. А если решимость есть? Ну, Господь без мяса, но кто-то не умер. Да, если ты будешь... Да, и без молока можно. Стараться. Как мне вчера один говорит. Ну, я начинаю первый раз поститься. У меня тут один парень молодой хочет поститься. А я что-то переживаю. Я говорю, как он там, чего будет. А он говорит, ну, 40 лет. Манна в пустыне есть, же не умерли. Типа я, может, это... Ну, самое главное, приемел желание, нет желания, пусть попробует. Да, помоги Бог тебе. Как Господь даст, да? Господи, помимо. Дальше. Да, сейчас мы маленько будем. Что там вот еще? Матфея 4.3 И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. Толкование. Слышал этот разбойник голос неба. Сей есть сын мой. Но вот видит, что он залкал. И не думает, как может алкать сын Божий. Почему, желая достоверства, скушает его словами. Если ты сын Божий. Он льстит ему, надеясь тем, что что-нибудь выкрасть у него. Зная, что послушаться дьявола в чем бы то ни было грех. Притом дьявол не сказал. Да камень сей будет хлебом. Но камни сии, желая вовлечь Христа в излишество. Тогда как для голодного совершенно довольна и одного хлеба. Посему Христос и не послушал его. Так. Ну, тут получается, как бы, почему искушал? Вот именно первое искушение хлебом, да? Ну, получается, когда Господь дал Адаму Елю первую заповедь. Именно не вкушай. Именно, как бы, вот это прислушание. То есть, именно грех от черевогодия был. И на ужин, получается, как бы пост был, да? Да, своего рода. То есть, запрещение на еду, скажем так, да? Не вкушать от древа. А поскольку они, значит, вкусили, и получается, вот это грех, черевогодие. Оно распространялось на всех, поэтому и на нас положен этот пост. Поэтому и говорят, что сложнее именно поститься, вот именно в пище. Многие говорят, и милость не утворят. Я знаю тоже очень многие, вот, есть кто и не поститься, и даже неверующие добро творят, и милость не. Ну, поститься в пище труднее и сложнее, когда есть заболевание. Раньше, вот я помню, нам легче было поститься. Можно было есть все, что хочешь. Сейчас же вот у нас ограниченная еда. Это нельзя, это не можешь. От этого тяжело, поэтому сложно. А тогда все подряд ели, которые... Нет, ты еще, здоровому человеку легко подряд, хочешь сказать, а болящему сложнее. Болящему сложнее, потому что здоровый человек может все, что угодно съесть. Постной пищи очень много. А у нас избранный только мы кашку можем поесть, там еще что-нибудь такое нейтральное, что не беспокоит. Нет, я, мне кажется, все равно по большому счету мы стали более слабее, более изнеженные. Вот если я, например, как мама мне скажет, вот она, правда, сколько там, 36-й, 37-й родительный. В рождении было. Она говорит, мы и траву, мы и лебеду, вот это военное, послевоенное время. Да и в то время смотришь, когда в старинной серии, мне кажется, все равно у них пища-то какая была. Ну, правда, она была более, скажем, особенно в деревнях-то, она здоровой была. Ну, в расцвет деревне, да. Там и коров держали, то есть коровье молоко, картошка, капуста, ну, все, что на огороде сажали, все свое было. И на рыбалку, и за грибами, и в лес, все свое. Люди здоровее были. Тогда пища была чище, а сейчас она какая пища, у нас вся одна химия, поэтому все болеем этими кишечниками, заболеваниями кишечниками. Ну, получается, все взаимосвязано. Смотри, ну, человек согрешает и наказывается природа. Почему природа и вот эти, и Чернобыль, и все отравлено, это все равно же через нас, через человека. Мы согрешаем через нас все это. То есть сами себя, то, что мы посеяли, то и жнем, я имею в виду, в целом весь мир. Не только мы, я имею в виду, нас в данном случае, да, там, христиан или верующих. Я имею в виду вообще всем земном шаре. Ну, поглобально, да, конечно. Глобально земном шаре грешат же все. И воздух поэтому отравляется. Вот эти вот всякие катастрофы, землетрясения, наводнения. Вот это все равно же по нашим грехам. И бывает там, говорит, ой, вот рыба отравлена. Захочешь рыбку-то поесть, и то она там какая-то отравлена. Но опять-таки, все равно же, Господь пропускает по нашим грехам, за наши грехи. Опять-то вот из-за лучших. Ну, если бы вот осознавали люди все, может быть, мир был бы чище. Но, однако. Ну, я считаю, не знаю, все равно, самое главное, если есть решимость, и человек захотел поститься, всегда можно сделать выбор. Вот мне все-таки удивительно, если я задумываюсь, думаю, надо же. Вот даже зеркальский народ, вот когда с Моисеем ходили, 40 лет все-таки они кушали эту манну. Это вот легко просто так сказать, да, а вот себя поставить на их место. 40 лет, да мы 40 дней не сможем на одной и той же еде. Нет, а там, знаешь, как было написано, где-то я читала свои слова, что эта манна, она давалась, то есть там было все в ней, вкус, то есть любого, то, что хотел человек. Ну, это я тоже слышала. Да, то есть там был этот вкус, поэтому это не одно и то же. То есть каждый раз она была разной, и поэтому они насыщались. То есть они чернее получали то, что каждый, кто что хотел. Кто хотел, да. Кто что хотел. Ну, нет, все равно это сложно. Ну, тем не менее, конечно, один раз в день поесть, или там сколько-нибудь, два раз в день. В любом случае сложно, они унискочевой образ жизни. Хотя еще у нас бывает и от извилишества, да, вот опять же здесь говорится, почему он не предложил оденок, для посразу много, да. И мы же такие, мы же извилишеством тоже страдаем. Мы даже можем, если и пост, но все равно и объезд можно и пост нам согрешить. Ну, тут, говорит, пост и молитва должны вместе идти. Это никак нельзя разделять. Если кто-то постится без молитвы, ну, ты просто не сможешь. Враг будет. Я вот сегодня говорю еще, что интересно, пост и молитва. Ну, здесь еще крестное знамение играет большую, важную роль. Ну, те, кто в это, конечно, не верит, они сейчас могут посмеяться, как многие. Крестное знамение же вообще вертики не почитают, не признают. Но мы-то знаем сила этого креста. Вот сегодня смотрю опять в храме кто как крестится. Ну, половина неправильная. И наискосок, и не доносят, и по воздуху. И что интересно, хотел еще сказать, вот навык иметь большую, даже святых читал. Вот скажем, если есть привычки хорошие, кто-то, когда человек убирает, они ему помогают. А если сохранились дурные привычки, то они ему всегда мешают и вредят. Вот даже читал, что крещение, когда мы приняли крещение, я вот по себе заметила, грехи-то простились. Да, грехи простились. Но, а если, а навык остается. Вот хороший навык остался, например, молитвенный. Помогает. Говорю, как хорошо. Стало как бы еще легче, да, с одной стороны. Но если плохой навык остался, то уж ничего не сделаешь. То вороться не надо. Вот сегодня я одну заметила, и как мы с ней разговаривали, крест на замене. Она делала короткий, да, вот так вот. Ну, вот тут как-то махала рукой. Я ей объяснила, как сделать. И сегодня смотрю, она делает короткий. Я так молча ей показываю, что надо длинное делать. Она не поняла сначала, думала, что там у нее там ее показывают. А потом догадалась, улыбается, говорит, да, забываюсь я, говорит. То есть, получается, у ней навык остался. Вот как молиться неправильно, да. И смотрю, у нее привычка. Вот привычка никуда не денешься. Нельзя говорить привычка, старая натура. Вот такая поговорка, я слышала, хорошая. Получается, это сложно. А, сейчас еще вот я почему-то вспомню, хочу рассказать о случае такой интересный. У меня был такой период, когда вот все, мы же боялись вот эти ННН, вот эти цифры, когда у нас все любом-то это было. Все прям переживали. Ну, я тоже много смотрела информации в интернете всего и переживала. Думаю, вот последние времена придут, и вдруг там войны, и все. Что мы кушать-то будем, да? До конца еще как-то осознания не было, что все думается, ой, там травка, дерево или что-то. А потом-то, когда читала-то, вспомнила, какая там трава, там же ни травы не будет, вообще ничего не будет. Как, говорит, Блажа Матрешка, что ли, у нее читали, землю возьмешь, говорит, покрестишь и землю будешь кушать. Ну, не знаю, конечно. Ну, страшно об этом думать. Страшно об этом думать. Но, я хочу сказать, у меня было такое-то, там, чудо небольшое, когда мы тоже дети, ну, они еще маленькие были, скажем так, и сейчас они уже выросли взрослые, да, жили мы, как бы, небогато, зарплата небольшая, денег всегда не хватало. И вот, готовила я, покупала это, куриный набор. Суповый набор? Да, суповый набор. И мы все считали, все делили. И вот я сидела, по-моему, со мной сынок был. Ну, сготовил, напротив разложил, и что-то у меня ночь такая была, вот сосчитать из кусочки. Потому что, если мы делили, всем надо, там, по два или по три. А я там посчитала, было восемь кусочков. Да почему-то несколько раз считала. Чего-то у меня нашло, несколько раз посчитать. Ну, потому что, если бы по три, удобно было бы, и не надо было ничего разделить. А тут, получается, восемь домов, но никак не делится. Ну, думаю, ладно, как-нибудь разделим. А если я тогда готова, крестный знамей накладываю, говорю, господи, благослови. Ну, поставила. Сынок, он потом убежал, и его не было, когда я против него не мало, была уже дочка дома. И вот я против него вынула при дочке, и так удивительно было. Стала считать, смотрю, уже еще один кусок появился. То есть, не восемь, а девять. Я говорю, вот, господи, какое чудо.